И снова здравствуйте! Я рад вас приветствовать на продолжение моего, так сказать, видео урока. И на этот раз я вам буду рассказывать уже про само моделирование. И начну я с такого момента, как Editable Mesh. Точнее, извиняюсь, Editable Poly. Почему с него? Потому что в основном я лично работаю только с ним. С остальными я практически не имею дела. Но об остальных я тоже вам попытаюсь рассказать. Итак, давайте же начнем с определения, что же такое вообще полигон. Если я сейчас сзади имбокс и покажем у него грани, то мы увидим, что у нас, у бокса нашего, есть такие закрашенные грани, которые не пересечены никакими линиями. Если мы какую-то из них удалим, то в модели нашей будет дырка. Собственно, полигон это и есть вот это вот пространство, которое закрывает четыре точки. Чтобы работать в Editable Mesh, собственно, нужно создать какой-то объект, нажать на него правой кнопкой мыши и нажать Convert to, Editable Poly. Сейчас у меня что-то глючит. Convert, Convert to, сегодня надо нажать. Editable Poly. Ладно, если это не сработает, идем с вами в панель модификаторов. Я не знаю, почему у меня глючит Max. Сейчас попробуем там что-то по-назакрывать. Convert to. Он все равно не хочет работать. Editable Poly, наконец-то он заработал. Итак, мы с вами видим, что у нас в правой части экрана появилась надпись Editable Poly. Здесь у нас будут с вами появляться все значки модификаторов, которые мы будем с вами применять. И также их управление глобальное такое. Но об этом также попозже. Я думаю, что про модификаторы я буду записывать отдельную тему. Итак, что же мы видим, когда нажали на Editable Mesh? Мы видим, во-первых, вертексы. Это наши точки. Точки, в которые сходятся полигоны. Точнее, грани. В одной точке сходятся обычно три грани. Это не только пример вот этой модели, это пример любой модели, но в них может сходиться больше, в зависимости от формы модели. Все-таки, если у вас сложная какая-то модель, то в нее может сходиться много очень точек. Но это много грани. Но это попозже я объясню, что это такое и чем это чревато. Итак, вертексы мы с вами можем двигать. И, собственно, все. Поворачивать или делать их больше-меньше мы не можем. Далее мы видим у нас Edge. Edge это грани. Мы можем с вами выделять по одной грани. Зажав клавишу Ctrl, мы можем выделять несколько грани. Мы также можем их перемещать. Но на этот раз мы можем их покрутить. То есть мы можем их крутить и также мы можем их масштабировать. Также очень полезный способ, если у вас сложная модель, и вам нужно... Сейчас я нажал Alt-X, чтобы сделать модель прозрачной. Итак, если вам нужно, допустим, выделить вот так вот все грани, но при этом у вас сложная модель, и в ней много полигонов, то лучше всего выделить одну грань и нажать Ring. Тогда у вас выделятся все грани, которые расположены параллельно этой. Далее. Далее у нас идет такая Border. Border мы его называем... Любим назвать Почкой. Почему Почкой? Почкой потому, что если мы сейчас с вами нажмем полигон, я немного забегу вперед, и ударим, допустим, вот эту грань, потом мы нажмем на Почку, и мы видим, что у нас образовалась дырка, как я уже об этом говорил, дырка в модели. Мы видим, что внутри она черная. На самом деле это просто прозрачная она будет. Если мы с вами нажмем F9, да, попрорендерить это, так сказать, дело, то мы увидим, видите, у нас виден черный фон. Это значит, что у нас модель прозрачная. Но так как у меня сейчас включен V-Ray, который у вас, его вряд ли будет, если вы только что скачали 12 макс, это отдельный плагин, который ставится. Итак, к сожалению, у меня он стоит по дефолту. Итак, если мы нажмем F9, то мы увидим все грани, которые черные у нас, они пропали. Они просто невидимы, они прозрачные, потому что у них нету какой-то, так сказать, они одномерные, можно сказать. Ну, не одномерные, ну, я даже не знаю, как точно дать этому определение. Ну, будем считать, что они прозрачные. Хотя, с другой стороны, мы их можем видеть. Итак, мы с вами вернемся к почке. Мы с вами выделили почку и нажмем вот тут на дырку. Видите, да? Почка сразу выделяет дырку. Этот способ очень легко, когда вы хотите заделать какую-то дырку и вам лень выделять все грани, каждую по одной. Или же очень легко проверять на наличие глюков в 3D-модели, то есть, где точки не соприкасаются друг с другом. О топологии я также расскажу чуть попозже. Наверное, даже в этом же разделе, потому что это очень важно. Итак, нажав клавишу, чтобы нашу модель можно было делать больше-меньше, и зажать Shift, мы с вами можем нашу дырочку уменьшить. Это такой тоже один из способов добавления полигонов и создания формы, которая вам нужна. Также можно нажать Shift и потащить вверх. У нас также получится вот такая вот труба. Потом можем снова чуть-чуть поменьше сделать, чуть-чуть повыше, потом еще Shift, потом еще можем повернуть. То есть, мы можем делать очень много различных операций. Если мы хотим заделать эту, эту дырку, существует несколько способов. Один из них это нажать клавишу Cap. Дырка у нас заделалась. Но это не всегда, так сказать, применимый способ, потому что если делать модели для игр, то желательно, чтобы в модели вот такие части, там полигоны должны сходиться в одну точку. Мы с Даником любим так. Но пока что я вам расскажу второй способ. Второй способ это перейти на Edge, выделить два противоположных грани, нажать Bridge. мост. У нас то же самое сделается. Также у Bridge есть очень хороший такой инструмент. Он может делать, так сказать, дырки. Допустим, мы с вами нажимаем Alt-Tex, выделим эту грань и вот эту. И с вами нажмем Insert. Insert там помогает вот так вот уменьшать, так сказать. Нажим OK, нажим Bridge. Мы с вами видим, что у нас создался такой, дырка такая. Это тоже очень полезно и очень иногда нужно. Итак, вернемся к тому, что у нас тут была дырка. Третий способ ее заделать и, наверное, самый такой часто используемый, но не в таких моделях, а в более круглых, потому что здесь это, наверное, будет видно. Это нажать клавишу уменьшения или нажать клавишу масштабирование, точнее, нажать клавишу Shift и оттащить. И потом нажать Collapse. Все. У нас сошлись все полигоны в одну точку. Теперь давайте с вами поговорим о топологии, потому что далее я не вижу смысла продолжать с вами разговаривать без знания такого, что такое топология, собственно, модели. Топология моделей это наша сетка, которую мы с вами можем видеть. Все вот эти грани, куда сходятся у нас вертексы, это все топология модели. Сейчас, если мы с вами удалим эту точку, вот так вот у нас с вами топология модели считается уже идеальной. Топология модели хороша, когда наша модель имеет квадраты. Если она имеет треугольники, во-первых, с треугольниками очень сложно работать. Это, честно говоря, я пробовал работать с такими моделями, это невыносимо сложно, потому что ничего к ней применить без каких-либо последствий ужасных невозможно. Итак, топология всегда должна быть приблизительно квадратной. Могут быть исключения, и об этом я постараюсь вам показать их чуть-чуть попозже. Итак, следующий инструмент это вот этот вот элемент. Элемент он выделяет сразу весь объект. Если бы он у нас из составных частей, то есть, допустим, мы сделали бокс, на него поставили еще один бокс и так далее, то мы бы могли выделять эти боксы по одному. Допустим, можем сделать легкий пример. Выделим с вами вот эту часть, которую мы с вами построили вверху, и нажмем D-Touch. D-Touch это отделить часть. Пожалуйста, она у нас стала отдельной частью. Сейчас же я вспомнил про такой важный момент, как центр объекта. Мы видим, что у нас стрелочка передвижения объекта, она у нас внизу, когда должна быть где-то вот посередине.